Здравствуйте, меня зовут Александр. Я вам хочу рассказать о клеточных автоматах. Начну я с такой классной игры под названием «Жизнь». Игра была придумана в 70-х годах математиком Джоном Конвеем. Эта игра обладает очень интересными свойствами, о которых я вам сейчас расскажу. Давайте приступим. Представьте себе бумагу в клеточку. Представьте, что вы на ней можете закрашивать клеточки ручкой. Какие-то клеточки закрашиваете, какие-то оставляете пустыми. Если мы придумаем три простых правила для этих клеточек, по которым они будут закрашиваться и раскрашиваться, то у нас произойдет нечто интересное. Ну давайте озвучим эти правила. Если клеточка закрашена, и вокруг нее нет ни одного соседа, то в следующий момент времени она умирает от одиночества и становится незакрашенной. Если клеточка имеет одного соседа, она также умрет от одиночества, и вторая умрет от одиночества. А если у клеточки есть хотя бы три соседа, то в следующий момент времени в ней родится новая клеточка. Также если вокруг клеточки будет более трех соседей, то в следующий момент времени она умрет от перенаселения. Вы видите здесь желтым отмечены клеточки, которые умрут в следующем поколении. То есть повторю еще раз. Если у клеточки недостаточно соседей, она умирает. Если у клеточки слишком много соседей, она умирает. Если у клеточки достаточно соседей, она выживает. Если рядом с пустой клеточкой есть хотя бы три соседа, то в следующий момент времени там рождается новая клеточка. Как мы делаем? Мы берем наш листик клеточку и приблизительно для себя какими-нибудь пометочками помечаем, где что произойдет в следующий момент времени. Например, здесь мы видим, что у этой клетки есть три соседа, в следующий момент времени сейчас она пустая, в ней родится новая. Здесь точно так же. Эти две клеточки умрут от перенаселенности, потому что каждая из них имеет раз, два, три, четыре соседа. Здесь у нас эти клеточки умрут, но в следующий момент времени родят две новых. Эта клеточка умрет. В этой системе у нас три клеточки выживут и рядом с ними родятся. Новая. После того, как она родится, она будет поддерживать свою жизнедеятельность достаточно долго, потому что каждая клеточка здесь имеет трех соседей, но не больше. Она не умирает и у нее все хорошо в жизни складывается. Давайте понаблюдаем за нашей структурой. В следующем шаге умирают еще клеточки. Здесь умирают еще клеточки. В конечном итоге все умирает. Давайте посмотрим на другие варианты, которые бывают в этой игре. Если мы нарисуем вот такую палку, то в следующий момент времени она будет уменьшаться на клеточку ровно с каждой стороны. И сейчас я покажу, что в этой системе существует несколько устойчивых структур и даже если мы сюда добавляем что-то новое. Однако обратите внимание, если мы добавим что-то сюда, то у нас произойдет нечто невероятное. Что у нас произошло? Вы видели там одну очень интересную структуру. Вот я нарисовал структуру. Эта структура состоит из трех закрашенных клеточек. Если мы посмотрим на план, мы видим, что две клеточки по краям вымрут. А вот две клеточки слева и справа родятся, потому что каждая из них на сейчас имеет три соседа. В итоге в следующем шаге эта штука превратится в такую. И так далее. По правилам этого нашего клеточного мира эта штука будет жить и меняться каждый момент времени. И напоследок я вам покажу еще одну интересную структуру, которая существует в этом мире. Мы ее считать не будем, но я покажу, как интересно она себя ведет. Обратите внимание, мы придумали всего три закона. Правила смерти, правила выживания и правила на рождение новой клеточки. Однако благодаря этим трем простым законам мы уже наблюдаем нечто невероятное. То, что я вам покажу сейчас, я надеюсь, вас удивит еще больше. Ну смотрите, в этой системе у нас возможны вот такие вот виды различных структур. Если мы посмотрим на них в эмуляции, то мы видим, что они меняются. Меняются они с каким-то периодом. Допустим, вот эта структура имеет 56 разных видов, 56 состояний. И каждые 56 состояний она возвращается к тому исходному, которое мы нарисовали сперла. Существуют структуры с периодом 30, с периодом 124, 144. На самом деле таких структур достаточно много в этой игре. Также я вам хочу показать такие интересные штуки, называемые флайерными пушками. Вы помните вот ту структуру, которая у нас убежала в корешек экрана? Она называлась флайер или планер по-русски. Так вот, существуют структуры, которые их умеют производить. Давайте на это посмотрим. Мало того, что они их умеют производить, они это делают еще и с различным периодом. Вот это каждые 22 цикла, вот это каждые 30 циклов, вот эта структура каждые 94 цикла. Ну а вот это у нас совсем медленная, 256 циклов она рождает планер. Существуют и еще структуры с гораздо более длинным периодом. Они не влезли в этот список. Давайте еще посмотрим на такую интересную штуку, которая у нас также рождает планеры. Однако она это делает с абсолютно непредсказуемым периодом, ну с достаточно непредсказуемым периодом. Период случайности этой системы достаточно велик. С математической точки зрения там что-то вроде 4 в 5 или в 10 степени, я точно не помню. Здесь эта структура исследовалась математиками и было выяснено, почему эта структура рождает планеры случайным образом. Дело в том, что здесь мы наблюдаем интерференцию нескольких событий с достаточно длинным периодом. И в целом можно сказать, что эта структура предсказуема. То есть она всегда рождает планеры в предсказуемый момент. Однако же если мы не перезапускаем симуляцию, а берем эту структуру в любой случайный момент времени, то последовательность будет совершенно случайной. Вы видите, что вот между этими планерами образовался достаточно длительный период. Таким образом, несмотря на то, что у нас вроде бы как все определено и бумага вроде бы в леточку, и все понятно, и законы мы определили, но мы уже начинаем наблюдать какие-то случайности здесь. Давайте посмотрим дальше. Эта структура обладает еще более интересными свойствами. Это так называемая память. Она запоминает количество глайдеров, которые вошли в нее в единицу времени. И через некоторое время она начинает испускать то количество, которое в нее зашло. Сейчас мы это увидим. Здесь мы уже начинаем наблюдать некоторые такие интересные вещи, как, например, сумматор. Эта штука, она кроме того, что их принимает на вход, эти планеры, она еще и считает их количество и складывает количество планеров, которое вошло в эту сторону, и которое вошло в эту. То есть, если бы мы были компьютерами и сидели на уроках математики, у нас бы была бумага в клеточку, то, наверное, у нас бы не было проблем с примерами или с чем-то еще. Давайте посмотрим на то, что в этой системе также существуют другие виды движущихся структур, называемые космическими кораблями. Есть достаточно простые, очень похожие на ту, которую я рисовал в начале, но двигаются они немножечко в другой плоскости. Их можно поворачивать в любой оси. Они просто будут менять направление. Вот, например, достаточно большой и сложный космический корабль. Или вот несколько видов. Существуют космические корабли, которые в полете оставляют за собой очень интересные и красивые шлейфы. Вот, например, такого рода. И напоследок я покажу одну структуру, которая называется производственный завод. По сути дела, это целый математический процессор, который занимается не только суммированием, но и умножением, делением и многими другими операциями. Она способна принимать на вход планеры и делать некоторые достаточно сложные вычисления. Подробности работы таких структур, я думаю, вы уже сможете посмотреть в интернете, если более серьезно заинтересуетесь этой игрой. Тогда постараемся ответить для себя на вопрос. Так что же такое эти самые клеточные автоматы? Сейчас. В 40-х-50-х годах в лаборатории Лос-Аламанского университета в Америке, США, несколько великих математиков, Джон Конвей, Станислав Улам, Джон Фон Нейман, занимались исследованиями различных математических теорий в рамках Манхэттенского проекта. Вы все знаете, что это такое. Каждый из них имел некоторую свою специализацию, но у каждого было хобби. Например, Джон Фон Нейман в то время очень интересовался теорией клеточных автоматов. Ему была интересна работа подобных структур. И также Джон Фон Нейман очень грезил самовоспроизводящимися роботами. Роботами, которые могли бы делать свои собственные копии. И тогда Улам Станислав Памук подсказал ему идею. Он ему подсказал мысль о том, что он может попробовать создать такого робота в своих клеточных автоматах. С ними также сотрудничал Алан Тюринг. В клеточных автоматах на тот момент он еще участия не принимал. И тогда Джон Фон Нейман придумал структуру, состоящую из 28 состояний. Теоретически, математически доказал, что в этой структуре способны находиться самовоспроизводящиеся роботы. То есть такие структуры, которые способны сделать свою копию или действовать по программе. Я хотел добавить еще об игре «Жизнь», что существует на сегодняшний день достаточно много исследованных вариаций игры «Жизнь». В том числе вариации игры «Жизнь», в которой есть у клеточек не одно состояние, а несколько состояний. Ну, грубо говоря, мы закрашиваем их разными ручками и придумываем правила перехода для каждого из состояний. Допустим, из первого в третье, из третьего во второе, из второго в первое и так далее. Во всех этих системах существуют нестабильные конфигурации, которые выглядят как хаос примерно таким образом. И существуют достаточно стабильные, в которых наблюдаются очень интересные явления. Когда исследования таких структур зашли достаточно далеко, стало понятно, что, задавая очень простые правила перехода между состояниями, мы можем моделировать достаточно сложные динамические системы, в том числе такие, как турбулентные потоки, в том числе такие, как поведение магнитного поля, в том числе такие, как поведение звука в кристалле. Это как раз именно то, чем занималась группа Станислава Улама в тот момент времени. Они исследовали звук в кристалле. И когда они с Джоном Фанэмэном разработали математическую модель в клеточных автоматах, они смогли промоделировать очень многие процессы, которые были исследованы только лишь в последствии. Здесь мы видим одну из таких вот игр жизни, в которой существует достаточно много состояний, заданы достаточно простые правила. И она у нас моделирует, насколько я помню, рост инея на поверхности, на определенного рода поверхности, назовем так. На сегодняшний день клеточные автоматы применяются в моделировании очень многих процессов. Все вы знаете о том, что существуют такие структуры, как фракталы. Фракталы, по сути своей, это те же самые клеточные автоматы, просто с бесконечно большим количеством состояний и бесконечно маленькими точками. Существуют вариации игры жизни, которые работают для трехмерного пространства. Очень многие энтузиасты занимаются моделированием этого всего в Майнкрафте. Получается достаточно интересно и весело. И в этой связи я хотел обратить на такой аспект клеточных автоматов, как игры. Вы видели, насколько клеточные автоматы способны давать непредсказуемые, интересные и неожиданные результаты? Я вам больше того скажу, если вы откроете любую симуляцию игры жизни, попробуете там что-то сделать, с вероятностью 100% вы получите что-то необычное. Мало того, есть достаточно большая вероятность, что вы можете открыть какую-то структуру, которая была неизвестна ранее. Представьте себе игры, в которых поведение, пространство, в котором мы находимся, было бы не так предсказуемо, как это происходит сейчас. На основе игры жизни и некоторых других правил группа энтузиастов не так давно стала создавать космическую стратегию, в которой они также описали правила переходов для пространства. В этой стратегии вы можете строить свои структуры, и никто до конца не может сказать, к чему это может привести. Мы вернемся все-таки к Джону Фон Нейману и его машине. Его машина состоялась в 28 состояний, и я немножечко вкратце расскажу об этих состояниях. У меня, к сожалению, на сегодняшний день нет действующего эмулятора подобного рода машины, он достаточно сложен. Однако я постараюсь вам дать понять, как это приблизительно работает. В этих автоматах существуют такие интересные состояния, как транзитивные проводящие. Они проводят сигнал от какой-то клеточки к какой-то клеточке. Причем состояние этих транзитивных сигналов есть два состояния. Есть активное, есть пассивное. Если у транзитивного состояния активное состояние, он начинает передавать сигнал. Точно так же есть некоторые узловые точки, которые позволяют производить суммирование или, наоборот, вычитание сигналов. Джон Фон Нейман, когда разрабатывал эту модель, он делал оглядку на то, как развивалась электроника того времени. Ведь вы помните, что тогда уже был придуман транзистор. И я хочу сказать, что благодаря этой машине мы имеем на сегодняшний день то, что названо архитектурой Джона Фон Неймана. Мы имеем автомат с лентой памяти, который умеет читать ленту памяти и выполнять какие-либо программы. Да, у нас нет самовоспроизводящихся процессоров, но благодаря клеточным автоматам мы наконец-то поняли, как работает ДНК. Когда по молекулы ДНК двигается белок-транскрибатор, он выполняет программу, которая записана на этой молекуле, и собирает другой белок. Подобные процессы на сегодняшний день достаточно хорошо можно представить с помощью клеточных моделей. Мы в конечном итоге упираемся в производительность машин, однако я должен сказать, что то, что происходит в рамках этих исследований на больших мейнфреймах, это уму непостижимо. И выглядит это фантастически. Что ж, если вас заинтересовала эта сфера, я бы порекомендовал одну очень хорошую книгу «Машина клеточных автоматов», написанную в 1968 году. Двумя авторами, Тофоли и Марголусон, это люди, которые работали член-корреспондентами там, где на тот момент происходило наиболее интенсивное исследование. Это закрытые лаборатории были на территории США в то самое время. Я надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилась моя лекция и понадобились все эти программы, вы можете зайти в интернет, набрать «Игра. Жизнь». Существуют как онлайн-эмуляторы, так и просто десктопные утилиты различные под все платформы. Что ж, буду рад, если вас эта тема заинтересовала. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...